всем привет продолжаем доделать нырка zebras 2019 и вот такая вот картинка хотелось бы сделать именно вот этот вот отсек поставить именно кресло и сделать ну более-менее полноценную кабину давайте рассматривать как это все делать делать итак первым делом давайте сделаем кресло я открою новый именно tool и выберу наверное так ну наверное сделаем все это дело опять же с куба сделаем make polymesh так альт левая кнопка мыши это все уменьшим их симметрия проверим где это все находится если сбилась скайлом это скайл все это gizmo уменьшаем альт левая кнопка мыши прибавляем вот это дело мне здесь вообще не нравится просто можно было на колесико и сделать как в блендер так сплю с ним вот таким вот образом это будет у нас спинка кресла делаем control д смягчаем все это дело и теперь можем сделать доллар в геометрии и сделать дайна мэш резолюции чуть-чуть на прибавим посмотрим сколько выскочит 4000 нормально пока ну что нужно сделать чуть-чуть ее наклонить вот так следом делаем значит control левая кнопка мыши вытягиваем дубликат вот так все это дело подстраиваем и все это дело надо уменьшить вытягиваем вперед это будет сидушка ну в принципе ничего так так что еще можно сделать вот эту часть наверно нижнюю чуть чуть больше надуем ну так где-то и вот таким вот образом подставим так как сидушка будет стоять именно как в этом самолете давайте просто по простенькому добавим значит аппетит выберем сферу а пардонте цилиндр теперь переключимся на цилиндр вот в этих саптулах сделаем гизма ею так уменьшение скайл так что тут такое вот так вот и подведем вот к нижней части вот сюда так здесь можно сделать все по простому значит уменьшаем вот этот цилиндр мы его можем просто приподнять допустим к верху так чуть-чуть где-то в бок увести а здесь сделать площадку площадку будем делать таким вот образом это значит поле f маскируем вверх так теперь дав сайс уменьшаем включаем гизму вытягиваем вниз и делаем допустим скайл ну так как то ничего так неплохо в принципе получается мощная подставка можем еще ниже опустить или даже так повыше приподнять вот так наверно оставим так нормально детали конечно можно тут еще сейчас вот подкорректируемся посмотрим что получится делаем геометре делаем симметром дай на мэш на маску снимаем делаем дай на мэш сетка плохая прибавляем резолюцию ну так пойдет control shift теперь прим рект включаем и ненужная сплечь вдолой ну ничего не плохая такая получилась подставка поле f можно отключить теперь переключаемся на первый саптул и вот этот саптул через гизму control опять вниз опускаем и делаем скайл поднимаем повыше смотрим вот у нас уже какая никакая площадка для крепления можно также гайки болты вставить но их видно не будет в принципе не столь это важно так мягкие части теперь надо на кресло добавить так 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 это будет у нас уже ну давайте сфера опять же сферу уменьшаем скайл на сферу забыл переключиться так что делаем здесь мы сделаем вот так это все дело с плюс ним вот так перекрутим вот таким вот образом растянем тогда еще раз плюс ним ну чтоб вот как бы края были видны кресло до чтобы сильно не перекрывать ну а теперь все дело обрежем ненужное делаем тримку и вот это все долой теперь чуть-чуть перекручиваем подгоняем да что ты ладно матерь сейчас и делаем значит ей дай на мэш ctrl z прибавляем резолюцию пойдет теперь нам понадобится или моф эластик или моф топологи так все это дело их симметрия и вытягиваем вот так вот такое будет кресло так подводим его чуть-чуть еще поближе и чуть-чуть перекручиваем ну в принципе ничего так неплохо единство что можно еще этот верх кресла опять же их симметрия и чуть-чуть вот это все дело ну как бы вот по мультяшному так вот чуть-чуть подсогнуть чтобы он не был таким сын сильно ровному так вот где-то еще там вмятина допустим какая-то так кисточку поменьше вот можно тут еще что-то приподнять в ничем не кресло да ну а теперь мягкую часть control левая кнопка мыши перекручиваем гизму и вот так вот подставляем на нижнюю эту часть вот так вот и немножко все это дело опять же скайл смотрим чтоб нигде ничего не вылазило еще немножко наверное скайл вот так вот подсаживаю пониже поглубже ну и здесь опять же поработаем трим так move elastic move topology вот так вот чуть-чуть подводим здесь как бы он сидит здесь постоянно вот должно быть вмята потом можно еще какие-то здесь трещины по поделать порезки вот так как-то не как неаккуратно чтобы было теперь n выбираем сидушку так ну что-то в таком духе вот это первое сидение принципе она одно и будет теперь мы это все дело объединяем делаем merge merge down ok merge down ok заходим на проект самолета так кстати вот такая штукенция на нос именно где вяжут привязывают корабль это самолет как она сделана ну площадка это значит получается куб а а это сфера сфера вытягивается маскируется нижняя часть вот таким вот образом и нижняя часть x симметрия вытягивается чуть-чуть корректируется выглаживается мы получается где-то вот такой вид можно еще середину подтянуть где-то шифтом побольше от выгладить вот такая штукинция так это потом еще покажу как фонари сделать ну вот просто сфера да и куб и получается вот вытягиваете хаотично такую форму приближенную так теперь где самолет вот он самолет кресло есть теперь нам что нужно сделать стенку заднюю даем вот кстати она это штукенция на носу самолета вот вот что тут еще фонари как сделаны фонари это сфера вытянутая гизма часть обрезана и это же часть развернута и чуть-чуть плюс сплюснуто и уменьшено вставлено в нее вот получается где-то вот такой светильник примитивно но вроде смотрится ок нам теперь понадобится только вот этот утенок shift левая кнопка мыши все отключаем и будем работать вот с этим кораблем выравниваем shift левая кнопка мыши маскируем где-то вот так и назначаем ctrl w одну полигруппу зад убираем так не понял ctrl z делаем ctrl w одну полигруппу я ее уже по моему делил вот одна полигруппа и вот эту заднюю часть давайте замаскируем делаем ctrl w и вот эту полигруппу ctrl shift левая кнопка мыши убираем чтобы видеть где что тут находится вы видите что какие-то части не видны мы заходим значит дисплейсмент map пардонте нет не он забыл вот дисплей properties вот и стану дублировать вот теперь мы видим все стенки и по этим стенкам будем ориентироваться вставлять именно вот этого нашу вот эту перегородку даже хорошо что стенки толстые принципе толщину стенок можно уменьшить всегда и прибавить так нам понадобится теперь что так понадобится нам теперь куб опять же давайте саптулы включаем append и добавляем давайте куб до фрейм переключаемся n английская на куб и делаем опять же мофф гизму скайл вы видите что в принципе работает куб постоянно так мы этот куб должны теперь сплюснуть вот так вот еще сделать его потоньше смотрим что получилось обязательно вытягиваем ее повыше это будет у нас дверь делаем всему этому делу геометрии резолюцию чуть-чуть побольше так control z модель маленькая значит делаем резолюцию еще побольше 500 600 держим от 17000 пойдет многовато конечно но будем резать час control shift включаем клип цирку вот этот и нам нужно сделать так нам нужно сделать дверь полукругом ну что то наверно в этом духе ну в принципе пойдет пойдет однозначно теперь значит делаем такую штукенцию делаем дубликат вот этой штукенции делаем дубликат делаем дубликат у скайл уводим его пока назад за дверь для чего это сделано чтобы когда мы включим вот эту вот часть самолета и переключимся м на вот эту большую часть нам нужно сделать перегородку так дверь пока мы отключим и выберем перегородку так мы его не видим надо чуть чуть подальше он свет мешает и попробуем опять же резать резать я предлагаю опять же вот этот овал или круг вот так и теперь что получилось нам проще сделать скайл так вот этот скайл делаем так 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 наверное все таки не скайл вот так вот сделаем и поставим трим рект от собачьим значит сначала вверх так control z чтобы много не обрезать вот так теперь ставим трим курс обрезаем вот таким вот образом тут тоже трим курс обрезаем делаем геометрии модифика положим мира and well а здесь вот обрежем клип циркл в принципе тут не сильно не надо обрезать лишние тоже не понадобится вот так вот все теперь этой стенке мы делаем ну чтоб потоньше она была зачем она нам толстая вот сюда мы ее подставляем и нужно выбрать теперь дверь так это значит саптулы включаем дверь значит вот эту стенку переводим вперед ну вверх переключаемся на дверь двери делаем значит дубликат потому что она нам еще понадобится и вот эту дверь подставляем вот сюда делаем скайл и надуваем ее вот так вот потолще так теперь делаем опять же скайл где-то вот так и нужно понять где будет вот этот уровень пола уровень пола где-то должен быть правильно вот где кабина правильно вот так здесь значит будет леди лестница ну или пол должен быть тут на этом уровне вот тут уже пошла так сказать непонятка так ладно еще раз выбираем дверь должна быть в кабину однозначно и и с уровнем пола мы сейчас будем разбираться ставим на так сначала давайте чтобы все нормально прошло еще раз продублируем дайна мэш теперь включаем значит верхний саптул тоже продублируем сделаем дайна мэш ну а теперь нижний саптул вот это ставим на вычитание и делаем маршдаун как и в прошлых роликах окей снимаем маску вот увидите что у нас теперь появилась дверь и включаем эту дверь нам нужно ее теперь контрол z переключиться на нее и эту дверь просто подогнать по размеру надо было конечно сделать сначала две одинаковые двери и чтобы уже потом вот этой подгонкой не заниматься дверь конечно эту нужно чуть-чуть надуть побольше так поставить вы видите что она больше надо ее значит теперь сказал уменьшить и вот она подошла так чуть-чуть и можно или вперед чтобы она выпирала скорее всего лучше вперед или назад чтоб навесы подходили так вот еще что нужно сделать да нам теперь понадобится аппен понадобится цилиндр так это значит прозрачность можно отключить фрейм если модель слишком большая чтобы не уменьшать вот фрейм так control z опять забываю вот этот болезнь такая переключение так сказал все это дело уменьшаем перекручиваем так еще раз перекручиваем уменьшаем уменьшаем и подгоняем ее к двери это будет иллюминатор земля в алюминаторе видно вот так вот значит так еще подгоняем выравниваем и смотрим как он тут установится вот в эту дверь можно сделать иллюминатор побольше тогда дверь будет красивее все это дело выглядеть конечно так делаем control d смягчаем вот эту модель и делаем и обязательный дайна мэш так дайна мэш прибавляем резолюцию чтобы вычитание прошло на ура вот так вот мало control z вот это пойдет уже и теперь мы выбираем значит вот эту модель ставим ее на вычитание так это стенка вот она дверь и дверь объединяем вот этой вот с этим цилиндром маршдаун и control левая кнопка мыши снимаем вот выделение получается у нас вот такая дверь так теперь что нам нужно сделать нам нужно сделать как здесь пол есть очень нету да они тут принципе пол есть ну получается какая снега да что так вот чуть-чуть что нужно сделать так вот эту стенку мы немножко опускаем немножко значит расширяем так вот расширять нежелательно на тогда у нас дверь расширится и иллюминатор этот будет и иллюминатор у нас будет где он у нас будет давайте сначала добавим уровень пола так пока вот эти два саптула я отключу так и переключимся на нырка добавим аппенд и добавим опять же куб опять же фрейм и посмотрим что этот фрейм нам control z вот так вот тоже сплю с ним искал уменьшим так вот это будет уровень пола нам нужно его подгадать ну в принципе да вот здесь он и и должен быть так мы его вытягиваем где-то вот таким вот образом так я отвлекся ну так у нас пол да так ставим прозрачность вот далеко он ушел где-то выравниваем вот здесь делаем всему этому делу значит дай нам с опять же резолюцию прибавляем выбираем control и пробел вот эту часть чуть-чуть верхнюю маскируем можно конечно подсогнуть control и и с помощью гизма вот эту штуку вытягиваем вперед можно немножко и даже наклонить так смотрим как тут вообще панель легла отключаем прозрачность ну вроде нормально сейчас увидим все так и теперь делаем значит опять дай нам с чтоб сетку поправить гизма отключаем control shift trim rect у нас есть и по панели вот так все отсобачим в принципе неплохо да осталось понять так ли это все дело тут правильно легло ну по окна да здесь делаем сейчас панелище здесь под ноги будет все нормально уклон вот теперь нам нужно включить вот эту стенку вот эту на нее переключиться и получается что не так уж далеко мы отошли от этого дела так это приподнимем ее чуть-чуть повыше ну так нормально будет и дверь чуть-чуть под корректируем ну где-то вот так вот так это нормально все это мы сделали теперь включаем пол и пол нужно это все дело снять маску и желательно обрезать уже trim rect и по стенке прям прибрать посередине и сделать геометрии сделать модифика положи есть такое дело теперь что нужно сделать выбрать нырка control shift вернуть вот эту полигруппу и убрать теперь нос смотрим что получилось так ну в принципе нормально теперь n переключаемся на пол выбираем вот так вот этот пол где-то у тут на здесь должна наверно какая-то лестница быть и мы это все дело вот так как бы опустим теперь замаскируем вот эту часть и вытянем ее вот сюда аж в стенке так ну а там уже будет крепление двери так и нужно сделать скайл ну смысле сплюснуть смотрим что то как можно еще даже сплюнуть вывести подальше ну где-то вот в таком духе сделать ей дай нам из и вот эту часть от собачить так тут еще должна значит быть лестница сделаем сделаем теперь под надуем пол потому что вот таким образом вытягивалась все это это деформация делаем инфлат во и теперь сделаем а пардонте деформация инфлат и сделаем и сделаем polish опа на control z делаем значит дай нам из смотрим сетку и попробуем теперь polish деформация значит polish ну все сгладилось вроде нормально так лишнего надеюсь не выступает в принципе наверное выступает или нет ну да так нет вроде а если нет то да вот маскируем вот эту часть и приподнимем о control z control и приподнимем чуть-чуть вперед и вот сюда вот так вот уведем все так теперь делаем дай нам из ну вроде все пол сделан стенка присутствует теперь заходим саптулы находим теперь n находим последний саптул пол и добавляем теперь аппент наше кресло так теперь на нырка переключаемся поле f можно включить ctrl shift убираем носовую часть n переключаемся на кресло делаем значит чему делу этому скайл так ctrl z не понял в чем фишка так маскируем наш вот этот объект делаем ctrl w одну полигруппу и вот теперь он будет подниматься потому что состоял он с нескольких полигрупп так опускаем опускаем вот сюда подгоняем его значит ctrl z их симметрии отключаем и подставляем его где-то ну вот по первое окно делаем значит ему еще скайл чуть-чуть уводим значит дальше и ctrl дублируем два кресла у нас есть теперь поднимаем их повыше они оказались слишком большие можно их немножко сплюснуть все еще большие ну и чуть-чуть наверно скайл вот так вот где-то и вниз опускаем смотрим что да как так ставим посередке значит одно кресло маскируем одно уводим вот сюда и делаем геометрии модифит апологи мира антвел так два кресла есть все выглядит пока вот таким вот образом так ну а теперь нам нужно на вот это панель так лицевую панель будем делать опять же в другом туле это будет у нас так а как же это все сделать из из какого саптула можно сделать вот эту панель а все пардонте делаем значит куб опять же фрейм так еще раз фрейм и делаем гизму уменьшаем уплотняем и начинаем резать так сначала сюда и нам сделаем так make polymesh чтобы он стал активен и теперь делаем дай нам эш резолюцию чуть-чуть прибавим значит так первым делом trim curve и обрезаем ее наискось близко не идем в краю вот так вот обрезаем так что у нас тут получается и теперь а теперь обрезаем ее вот так вот так не так ctrl z не под тем углом а вот так вот 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 ну а теперь где-то вот так наверно так панель есть все нормально и на эту панель так 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 но это уже добавим значит в этом так где у нас тут кресло делаем аппенд и добавляем эту запчасть n переключаемся на вот эту запчасть панели так перекручиваем и делаем ей скайл делаем ей скайл и подставляем к панели вот сюда перекручиваем подгадываем так это где-то по окну устанавливаем впереди окна чтобы это все дело было так еще раз скайл еще раз ее перекручиваем и подставляем дальше окна вот так все теперь делаем так чуть-чуть наверное все таки еще вперед вот сюда если что потом можно лучше растянуть будет и делаем мир and well модифит аплоджи мира and well так в принципе сойдет устанавливаем ее вниз по окна так немножко попробуем растянуть немножко подкорректировать опять же делаем мира and well так так это значит мы так и обрезаем и подставляем вперед мира and well вот теперь она точно зеркальная значит обрезаем вот эту часть мира and well так а здесь можно попробовать закруглить ее как-нибудь вот вот так во уже прикольно and включаем видимость нырка смотрим чтобы панель теперь не выходила из корпуса так ну в принципе она не выходит все нормально так включаем видимо всех саптулов ну такая получилась штукенция так ладно ага пардонте опа а вот теперь панель вылазит и нужно эту панель значит обрезать вот так мы сейчас поставим теперь переключаемся на н переключаемся на панель включаем давайте вот этой попробуем так перек перек панель получается да и теперь вот так и тоже округлим чтобы она не вылазила и сделаем геометри мира антвел теперь закрываем все саптулы оставляем видимыми значит вот этот саптул это будет у нас кресло потом значит пол так двери не нужны н вытираем и вытираем двери двери не нужны н вытираем двери ну там не должно быть видно так она что тут у нас а вот она еще вылазит в принципе это нормально что она выше до окон так теперь control shift давайте как то наверное и тут подрежем делаем геометрия 5 мира ntl ну в принципе нормально все панели есть теперь на эту панель нужно добавить что именно добавить спидометры все нормально теперь опять же мира ntl подкорректировались все теперь нам понадобится n и понадобится n только вот это вот панель вот это добавляем append добавляем цилиндр n переключаемся на цилиндр и теперь все это дело уменьшаем так еще раз скайл control d смягчаем все это дело и вот так все это сейчас подставим именно в панель вот так вот раз так это значит сюда это будет самая большая часть так чуть-чуть плюс ним и заведем на панель вот так так и желательно это все делать вот с левой стороны потому что потом будем зеркалить опять же это все дело так это подальше и чуть-чуть выводим вот так вот сюда так лучше вот этой пользоваться так вот сюда еще раз скайл подгоняем заводим ее поглубже ставим поближе и перекручиваем чтобы это дело более-менее ровно было теперь control у нас дивайды включены геометри galore эту поменьше делаем вот так смотрим как она установилась снимаем маску и вот так вот все кверху как бы перекручиваем и кверху подставляем ну что-то в таком духе так граф сайз поменьше одну часть маскируем делаем control и и теперь control левая кнопка мыши и опять же скайл теперь control поднимаем кверху и эту вообще маленькую делаем возможно тут столько деталей не надо но подальше их ставить чтобы придать как при динамеш или заромеш они вот это вот не спаялись ну чтобы красить удобно было конечно ну все в принципе хватит делаем мира nv ну нормальная панель что там тут уже можно педали не делать так так что теперь фрейм теперь n нырок смотрим что тут да как ну в принципе все нормально дверь есть двери тут тоже есть кресло надо отвести подальше это значит n выбираем кресло одно кресло опять маскируем а другое чуть-чуть от двери подальше вот сюда отводим так маску снимаем и делаем геометри мира nv ну так еще пойдет так н панель теперь нырок и что я хотел сделать посмотреть как тут лег пол это значит n ищем пол включаем пол и переходим в вид нырка нырка вот увидите что пол тут торчит вот эта часть значит ставим вот так под углом и пробуем trim curve без гизма конечно вот эту часть всю отсобачить делаем теперь геометрии и опять же мира and well смотрим как тут лег пол да шикарно так что тут еще можно сделать а вот здесь бы еще под этот кусок закрыть так а как это все сделать ставим прозрачность выбираем значит вот эту часть пола теперь это значит g r g ну в смысле гизма перекручиваем закрываем эту часть делаем dynamesh и как обычно вот эту часть только теперь под уклоном ликвидируем так а теперь вот эту часть нужно удалить сверху вот так вот и мира and well все dynamesh все нормально смотрим где она тут еще вылезла и вот эту часть тоже долой мира and well ну и вот эту часть тоже прозрачность убираем смотрим что получилось дали даже как металлический переход тут вот это классно так ну а здесь шифтом чуть-чуть так ну и все что и следовало доказать выбираем теперь nrk ставим видимость всех саптулов так ну в принципе все тут уже сделано я эту модель потом именно скину в описании для скачивания если вы кто-то что-то тут захотите дальше добавить сделать ну уже тогда все в ваших руках все всем пока до свидания и